Дорогие братья и сестры, в сегодняшнее воскресенье Святая Церковь обращает наши взоры на подвиг Святой Преподобной Марии Египетской. Она жила в VI веке. Жизнь ее полна и греха, и исправления. В 12 лет она уходит из родительского дома, живя в Александрии, и начинает жить распутно. Она предается страшному разврату, и даже когда она узнает, что паломники путешествия в Иерусалим хотят поклониться Честному Древу Креста Господня, она тоже возымела желание поклониться Честному Животворящему Кресту. И отправляясь в это путешествие, Мария даже нарушала Седьмую Заповедь и блудодействовала с паломниками на корабле. И когда подошла к Иерусалимскому храму, куда заходили все паломники, чтобы поклониться Честному Кресту Господню, некая невидимая духовная сила преградила ей путь. Она делает усилия раз, два и три, и не может зайти в Храм Божий. Но когда, обратившись к Божьей Матери, она все-таки упросив с целью изменить свою жизнь, «Матерь Божья, прости мне мои грехи, бесчисленные и беззаконие, и с подоби поклониться Честному Животворящему Кресту Сына Твоего». И когда она зашла, она, выйдя из храма, уже переменила свой образ жизни. Она стала жить совсем по-другому. Она стала исправлять свою жизнь. Она стала приносить достойные плоды покаяния. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, вспоминая жизнь Святой Марии Египетской, очень важно и нам с вами посмотреть на ее не только прожитую греховную жизнь, но и ее исправление. Она жила блудно, но когда возымела желание прийти в храм, она исправилась, она поняла свое заблуждение и, выйдя из храма, уже не возвращалась к грешной жизни. Если мы посмотрим сегодня на нашу с вами жизнь, то поймем, что блуд вошел в жизнь современного человека настолько глубоко, что мысли, помышления, страсти, вожделения развиваются вокруг этого страшного грехопадения. И сегодня, дорогие, хотелось бы обратить внимание не только на блуд телесный, но и на мысленный, потому что те, кто как бы говорят, а мы не грешим, как Мария Египетская, она действительно работала в доме терпимости и наслаждалась от блудных страстей. И кто-то говорит, нет, мы живем в семье, мы живем в браке, но разве нет всевозможных похотливых мыслей, похотливых желаний? А давайте обратим свой взор на наш внешний вид. Как одевались тогда блудницы? Они одевались вызывающе, обращали на себя взоры людей, мужчин, чтобы соблазнить их. Вот так одевались женщины, которые хотели совратить мужчин во грех блуда. Да, давайте посмотрим, как сегодня одеваются наши женщины, христианки. Даже в храм люди приходят в брюках. Они не считают, что это некая измена своей христианской традиции. Вот сейчас потеплело, и многие женщины не считают зазорным одеваться так, как они хотят. Так, сделав замечание или предложение, женщина, вы же пришли в храм, а я вообще только на территорию, а я вообще только свечку поставить, а я вообще только за водой. И когда скажешь такой, скажите, а разве вы не обращаете внимания, что люди, еще заходя на территорию, уже осеняют себя крестным знаменем? Да, и говорят, вне иду в дом твой и поклонюсь я ко храму святому твоему. Вот потому, дорогие братья и сестры, особенно женщины, я сегодня хочу обратиться к вам. Не смейте приходить в храм в брюках, в штанах. У нас очень многие женщины просто не считают это внешним видом, не христианским. Я как-то, выходя из школы, попросил одну маму, которая пришла забирать из православной школы свою дочку в брюках. А почему вы пришли в таком виде в храм? У нас девочки ходят в юпочках, в ленточках, у них есть форма школьная. Почему вы подаете такой пример? И вы знаете, она говорит, а я пришла за ребенком. Это не надо сомневаться, что ребенок обязательно будет носить брюки. Ему будет очень нравиться джинсы, девочки будут повторять ошибки мам. Больше того, женщина, которая носит одежду мужа, она уподобляется мужским свойствам и качествам. Она начинает чувствовать себя главою и даже больше того, она иногда главенствует над мужем. Мы проводили недавно одну большую педагогическую конференцию. Там директор школы, гимназии, около тысячи детей. Она спросила у священника, скажите, батюшка, вот мы в год семьи решили провести анкетирование. И спросили у детей нашей гимназии, кто в вашей семье главный, глава. И 90% опрошенных ответили, мама. Женщина занимает место мужа, главы семьи. Потому что она уже мужеподобная. Потому что женщина, одевающая брюки, уподобляется мужу. Если мы с вами откроем священное писание Библии, которое, к сожалению, многие сегодня не открывают. Я вам приведу наизусть 22 главу священного писания Ветхого Завета в Торозаконе. Пятый стих, прочитайте дома все. Вы представляете, а мы еще приходим что-то у Бога попросить. В одежде мужа, в которой Бог не хочет видеть женщину. Больше того, христианки покрывались покров. Покров Пресвятой Богородицы. Если мы посмотрим на икону Божьей Матери, мы не увидим ее без покрова. Женщины потому и стоят против иконы Божьей Матери. Вы видели где-нибудь хоть одну икону иконы Божьей Матери в брюках? Или кто-нибудь из святых в штанах? Почему сегодняшние христианки уподобились европейцам? Потому что Европа вошла в плоть и кровь современного христианства. Мы хотим подражать Западу, так там уже и пол меняют. В Германии уже разрешено пол менять раз в год. Куда дальше мы будем подражать этим европейским, никогда для России ценностями не являвшимися? Вот потому я обращаюсь с высоты Омбона к христианкам. Потеплело, но оставайтесь христианками. В храм, особенно на территорию, не только не входите, но и другим расскажите. Я скажу вам, что доброе слово иногда имеет большой резонанс. Вот подойдя к нашей детской площадке, где мамы приходят просто с детьми поиграть. И все в штанах. Я говорю, вы знаете, вы пришли в храм. Ну мы только на площадку. И все. Вот стоит с ними поговорить, что это все-таки не одежда женщины, это одежда мужа. Постарайтесь одеваться в приличественной одежде. Да, хорошо, в следующий раз, да. Больше того, я попрошу вас, в следующий раз, когда кто-то подойдет на площадку, вы рассказывайте об этом другим, кто будет приходить так же, как вы сейчас. Но, может быть, не знали. Может быть, мы не говорим об этом с высоты церковного Омбона. Вот уже возглашаем вам это слово. А мы не знали. Вот теперь знаете, что грех для женщины в храм приходить в штанах. И если кто пришел, подойдите к ней, женщина, сестричка, матушка. Там тебе уже 70 лет, она в джинсах. Нельзя в Божий храм приходить. Ты лучше, знаешь, не проси тут ничего себе. А то выпросишь. Выпросишь себе. Лучше не заходи даже в этом виде. Вот я вчера уже увидел ту женщину, которая была в брюках на площадке. Вчера пришла в спортивном костюме, но уже окружила себя юпочкой. Значит, слово уже где-то проникло в ее душу, в ее сердце. И больше того, я попросил их быть дежурными по той площадке. И вот идет другая женщина с ребенком, тоже в брюках, вот навстречу просто идут. Ну, даже как будто так и должно быть. Уже просто, знаете, иной раз сказать об этом стыдно. И уже говорю, вы знаете, вот там стоит Елена на площадочке, подойдите к ней. Да, хорошо. Вот она подошла к ней, Елена с ней поговорила, еще будучи в штанах. Ты знаешь, так и так вот мы были, так вот нам батюшка все объяснил. Лучше сюда, знаешь, не приходить, лучше одеться как следует. И смотрю, она выходит. С ребеночком потихоньку. А что вы уходите? Да мы сейчас вернемся. То есть пошли переоденуться и придут в храм Божий. Но это касается не только женщин. Я обращусь сегодня с высоты Амвона и к мужчинам. У нас мужчины приходят в храм в шортах. И скажешь ему, куда ты пришел? А он говорит, а сейчас лето, я так везде хожу. Храм Божий, это дом Отца Небесного. Куда ты приходишь, то лучше не приходи сюда. И мы хотим что-то выпросить. Вот и реки растекаются. И война не заканчивается. А мы думаем, а за что это нам? А кто это нам? И еще один маленький пример приведу вам. Выходя опять из школы, снова мама приходит за ребенком в брюках в нашу школу. Снова говорит, вы знаете, женщина, вы же все-таки родительница. Но мы приучаем девочек ходить в одежде христианок. Запомните, блуд это не только измена. Есть духовное прелюбодеяние. Есть уклонение от заповедей Божьей, от его нравственного закона. Это тоже духовный блуд. А мы думаем, что нет, мы не блудим, мы не изменяем. То есть мы не изменяем мужу. А есть духовное прелюбодеяние. И вот я ей сказал, приходите в следующий раз в одежде женщины. Или в юбке, или в платье. Пожалуйста, прошу вас. И она, хорошо, хорошо, батюшка. Я поняла. Благословите. Все, все поняла. Молодец. И ухожу. Ухожу прямо со ступенек со школы спускаюсь. А ребенок, девочка, 5 лет, говорит, мама, слышала, что батюшка сказал? Больше, чтобы меня в садик, в штанах не отправляла. Чтобы всегда одевала мне юпочку. Я аж вернулся, просто найти иконочку этой девочке подарю. Вот устами младенца глаголит истина. Девочек не одевайте в эти одежды. Тогда не надо будет переодевать. Одна мама подошла ко мне и говорит, батюшка, у нас вообще нет, у меня нет в гардеробе штанов. И ребенок мой знает, что мама выглядит вот так. Она видит вокруг, но не соблазняется. Больше того, когда я даже ее в садик одеваю, она говорит, мама, не надо мне что-то. Да холодно, давай оденемся. Мама, юпочку. Ну, приходится поддевать что-то тепленькое, но все равно сверху юпочку. Понимаете, должно быть естественно для женщины. Это должно быть естественно строгость. Мужской одежды. Брюки, рубашка, свитер там и что хочешь по форме носить. Но ты мужик, ты мужчина должен быть примером женщин. Мы перед Богом ходим. Вот потому, дорогие, я хочу еще раз напомнить, что Мария Египетская, когда вышла из храма, она переменила свой внешний вид. Она прикрыла все то, что носила для соблазна. Она стала жить для Господа. Вот сегодня, выйдя из храма, я прошу вас, перемените свое отношение к внешнему виду. Вот для этого Мария Египетская сегодня для нас пример приводится. Она образ покаяния, образ исправления. Вышел из храма, переменись, уйди от греховной жизни, начни жить со Христом. Внешне, внутренне, содержательно. Вот тогда и твоя жизнь будет тебе во спасение. Помоги нам, Господи, молитвами Святой Преподобной Марии Египетской исправить не только свой внешний вид. Ведь с этого только начинается. Ведь одежда – это внешность нашей души. Если у тебя душа прекрасная, целомудренная, ты никогда не оденешься, как блудница. Ты не украсишь себя, не накрасишь себя, как блудница. Ты будешь, как христианка, аккуратная, чистая, целомудренная и красивая. Никто не говорит ходить некрасивыми. Красивые наши христианки по внешнему уже виду красивые. Они даже не представляют, как прекрасно они в покрове, в длинной юпочке, в красивом внешнем христианском одеянии. Как достойно уважения мужчина, который подтянут, строен, который одет прилично, и тем более в храм приходящий. Не в расписных всяких там петухах в храмы приходим. Рубашку надо одевать, брючки надо одевать, а не в спортивных костюмах в храмы приходить. Вы не на спортплощадку ходите в Божий дом. Мужчина тоже должен быть образцом для жены. Вот о чем вспомним сегодня в память Марии Египетской. Пусть она поможет и нам, и мужчинам, и женщинам и выглядеть, и измениться. Чтобы Господь слышал наши молитвы и благословлял нас и наших детей. Ведь они видят это все и подражают нам. А когда мы будем примером для них, они будут вести себя так, как та девочка, которая сказала, мама, слышала? Теперь и в садик меня одевай в юбочку. Но это не самое главное внешнее. Если изменимся внутренне, поймем это, то все остальное, дорогие, постепенно приложится. Дай же, Господи, чтобы мы внутренне преобразились, внутренне осветились, и убежали от блуда этого духовного, от прелюбодеяния мысленного. Тогда и целомудрие, и чистота телесная обязательно придет к нам в нашу жизнь. Аминь.